Здравствуйте, меня зовут Разина Анастасия Олеговна, я аспирант кафедры спортивной медицины и медицинской реабилитации Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова. Кроме этого, я являюсь педагогом дополнительного образования и руководителем танцевальной студии Арго. Я предложу вам сегодня систему дозирования физической нагрузки для детей с ограниченными возможностями здоровья. Не секрет, что учителя в школе сталкиваются с разными проблемами. Большинство детей, которые приходят в школу, к сожалению, не отличаются крепким здоровьем, и нам нужно не только содействовать тому, чтобы не возникали эти нарушения, но и оказывать посильную помощь, в том числе реабилитационную, ну и зачастую, да и в основном профилактическую. Какие дети к нам обращаются? Это дети с нарушениями осанки самой разной выраженности, начиная от сутулости и заканчивая сколиозами разной степени. Плоскостопие, дети с перенесенными хроническими заболеваниями, дети с избыточным весом и ожирением, которые требуют отдельного подхода, а также некоторые другие, которые мы будем разговаривать отдельно. Дети с нарушением зрения сюда будут относиться, а также дети после травм. Важно то, что система, которую разработали мы, она распределяет детей по группам, не в зависимости от диагноза, который имеет ребенок, вернее, не только по диагнозу, который имеет ребенок, а по функциональному состоянию. Безусловно, каждому ребенку, имеющему нарушение здоровья, требуется индивидуальный подбор нагрузки, который может провести врач. Это функциональные пробы разные, дыхательные, и прежде всего, на работу кардиосердечно-сосудистой системы в целом, как ребенок реагирует на нагрузку. Повторюсь, вне зависимости от того заболевания, от того диагноза, который был ему поставлен. Тоже предлагаем мы. Мы предлагаем разбить детей на некоторые группы по их возможности, и распределение на эти группы будет уже лежать на... Ответственность за распределение по группам будет лежать на учителя или на педагоги. И дальнейшая работа будет строиться в зависимости от того, какой ребенок к вам пришел. Вам нужно не навредить, а способствовать скорейшему выздоровлению ребенка. В чем мы желаем вам успеха. Мы начинаем первый этап, который называется начальный. Он осваивается в течение двух месяцев или 16 занятий, и в последующем дети могут успешно осваивать дальнейшие этапы. Чем он отличается от остальных? Прежде всего, это этап предназначен для детей, которые имеют ряд особенностей и нарушений состояния здоровья. Кому мы рекомендуем? Это, прежде всего, дети после перенесенных острых заболеваний, протекавших без осложнений. Дети с хроническими заболеваниями после перенесенного обострения, такие как хронический гастрит, хронический пилонефрит и так далее. Ожирение от второй до четвертой степени. Синдром вегетативной дистонии на начальном этапе. И дети с нетяжелыми нарушениями при детском церебральном параличе. Занятие мы рекомендуем начинать с дыхательных упражнений в положении лежа. В основной части мы делаем упражнение, направленное на крепление мышц передней брюшной стенки и спины. И завершаем занятие небольшим комплексом растяжки. Ну что, добрый день, уважаемые ребята! Привет всем! Мы начинаем сегодня с вами наше занятие. И у нас первый этап, начальный. Мы начинаем на ковриках из положения лежа. Я попрошу вас сейчас лечь на спинку. Вытянуть ножки ровно. Лечь ровно, чтобы все лежало. Вы меня видите хорошо? Кто меня видит, хлопните в ладоши один раз. Отлично! Ручки лежат вдоль тела. На вдохе руки поднимаю наверх, вытягиваясь за руками. На выдохе опускаю вниз. Вдох через нос, выдох через рот. Вдох. Раз. Два. Выдох. Три. Четыре. Желательно, чтобы я его слышала. Еще раз. Вдох. Раз. Два. Выдох. Три. Четыре. Теперь делаем вдох. Поднимаем руки наверх. И вытягиваюсь поочередно одной ручкой. Дышу спокойно. Второй руки лежат на полу, на коврике, за головой. Вытягиваемся одной и второй ручкой поочередно. Молодцы! На выдохе опускаем ручки вниз. Следующее упражнение. Я поднимаю руки на вдохе наверх и развожу через стороны. Большой круг рисую, солнышко. Получается, такое дерево как будто лежит на рисунке. Подняли ручки наверх. Раз. Два. Потянулись наверх. Через стороны опустили. Три. Четыре. И еще два раза наверх подняли. Раз. Два. Молодцы! Опускаем ручки. Три. Через стороны. Четыре. Остаемся лежать. Работают стопы. Только стопы. На себя сильно-сильно носочки потянули. Флекс-позиция. Раз. Два. Держу. Натянула носочки. Три. Четыре. Раз. Два. Натянула носочки. Обе одновременно. Три. Четыре. Сильно-сильно. Раз. Два. Так, чтобы пяточки оторвались от пола. Три. Четыре. Еще раз. Раз. Два. Три. Четыре. Чуть побыстрее. Раз. Вниз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Еще восьмерка. Семь. Восемь. Напрягайте ноги. Раз. Два. Три. На себя. Четыре. На себя. Пять. На себя. Вперед. Семь. Восемь. Внимание. Круговые движения. Стопы открываем. И к себе. Открываем. И к себе. Носочки натягиваются. Молодцы. Хорошо. Еще три. Еще два. Сильные ноги напрягаем. И последний. Один. Выдох. Поднимаем ножки поочередно. Нога ползет по полу. Коленка поднимается. Вдоль ноги. Остановилась. Возле стоит. Стопа стоит на полу. Стопа стоит на полу. И также опускаем. Нога ползет вниз. Опускаем. Вы меняли ножку вторую. И ползет нога. Раз. Два. Опустили. Три. Четыре. Меняем ноги. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Молодцы. Семь. Еще восемь. И раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Внимание. Поднимаю поочередно. Ноги вверх. Одна ножка лежит все время на полу. Вторую я поднимаю. До прямого угла подняла. И мягко положила. Как только пятка коснулась ножки, коснулась пола и ноги, я поднимаю вторую ногу. Приготовились все вместе. И правая нога первая. И раз. Два. Положили. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Раз. Два. Резко не нужно. Три. Четыре. Поясница лежит на полу. Пять. Шесть. Резко не надо. Семь. Восемь. Остановитесь. Я поправлю вас. Значит, цель не растяжку сделать, а сильную ногу поднять наверх за счет пресса. Понятно? Приготовились еще раз. И раз. Два. Три. Четыре. Если растяжки не хватает, выше поднимать ее не нужно, чтобы поясница и ягодица лежали на полу. И раз. Два. Молодцы. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. И последний раз. Раз. Два. Молодцы. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Ножки отдыхают. Ручки поднимаем перед собой. И показываем в потолок пять-ноль. Пять-ноль. Какую оценку себе поставили. Вот пятерка. Пальцы на шпагат садятся. Пальцы шире-шире на шпагат. Ну-ка, растоприте пальцы на шпагате, сделайте. Вот. А теперь в кулак сильно собрали, напрягли мышцы. Пятерки сильно собрали. И раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Впереди руки. Семь. Восемь. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Координируем. Меняем. Молодцы. Хорошо. Почесали ладошки. Смотрим на свои ручки. Почесали ладошки. Молодцы. Хорошо. Три. Два. Один. Ноль. Круговые движения. И руки раскрываем в стороны. И собираю в другую сторону. Вращаю. И собираю руки опять вместе. Опять поворачиваю в другую сторону. Раскрываю кисти. Собираю. Собираю. Хорошо. Стряхнули от мух. Все. Стряхнули. Брызги. Хорошо. Ручки отдохнули. Поворачивали впереди себя локтейлочком. В другую сторону поворачивали. Представили, как дворники работают. И в одну сторону вращаем. Хорошо. И в другую. Отлично. Молодцы. Стряхнули ручки. Положили вдоль тела. Теперь внимание. Ножки лежат на полу. Я стараюсь подбородочком посмотреть на свои стопы. Попробуйте. Поднимите голову и оторвите лопатки от пола. И посмотрели на свои ножки. Раз. И легли. Два. И три. Посмотрели на ножки. Четыре. Пять. Поднялись. Шесть. Легли. Семь. Наверх. Восемь. И лопатки поднимайте. Раз. Два. Полностью. Ножь. Только лопатки. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Молодцы. Восемь. Отдохнули. Сделали вдох. Руки наверх подняли. Потянулись. И выдох вниз. Напоминаю. Вдох через нос. Выдох через... Молодцы. Еще раз. Вдох. Выдох. Хорошо. Плечи опустили вниз. Теперь правым ухом тянусь к плечу. Голову положили. Раз. На одну сторону. Перевели на другую сторону. Два. Положили голову. Раз. На другую сторону. Два. И раз. Два. Три. Молодцы. Четыре. Внимание. Поворачиваю нос теперь в сторону соседа. И можно улыбнуться заодно соседу. И раз. Положили вы голову. Два. На другую сторону. Три. Четыре. Пять. Так, чтобы ухо ваше коснулось коврика. Шесть. Вот. Семь. Восемь. Еще восьмерка. Раз. Два. Тянемся. Три. Четыре. Вот Катя хорошо улыбается. Пять. Молодцы. Шесть. Семь. Восемь. Молодцы. Теперь, пожалуйста, перевернитесь лицом, головой ко мне, на живот. Сейчас вы будете выполнять классическое упражнение, которое называется, давайте, лодочка. На уровне, зависаем на уровне и фиксируем в этом положении лодочку. Помним? Приготовились. Ручки вытянули вперед. Отдохнули. И поторвались. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Отдохнули. Значит, маленькая поправка. Желательно, чтобы ваш взгляд был направлен в пол. Хорошо? Представьте, что вы парашютисты и вы летите. Сейчас давайте сделаем парашютистов. Руки будут пошире, ноги пошире. Вы летите, зафиксировались и зависли в воздухе в этом положении. Как будто вот вы спрыгнули с самолета. Хорошо? Приготовились. И раз. Два. Взгляд в пол. Три. Четыре. До пятнадцати считаю. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Молодцы. Девять. Десять. Еще пятерка. Пять. Четыре выше. Три. Взгляд в пол. Два. Один. Ноль. Отдохнули. Посадили попу на пятки. И сделали богомола. Отлично. Растянули спинку. За ручками тянемся. Хорошо. Шею расслабьте. Схватили себя ручками за пятки. Круглой спиной тянусь в потолок. Подбородок прижимаю к груди. Затылком стараюсь коснуться пола. Подкручиваю себя как черепашка. Или даже как улитка. Я даже вижу у кого-то след. У тебя. Точно-точно. Хорошо. Потянулись вверх. Вдох сделали. Лопатки расслабились. Лопатки тянутся к полу. Ваня, хорошо. Лопатки тянутся к полу. На выдохе отдохнули спокойно вниз. Опять сделали вдох. Потянулись наверх. Ваня, ты не тянешься. Вот. Потянулись круглой спиной наверх. На выдохе расслабились. Просто отдохнули. Опять вдох, потянулись наверх круглой спиной и расслабились. Отлично. Легли опять на живот. Хорошо. Сейчас мы делаем подход, чередуем. Правой рукой тянусь вперед в лодочке. Меняю левый. Поставьте перед собой какое-нибудь блюдо, которое вы больше всего любите. Например, что кто ставит? Мороженое. Еще какие варианты остальные? Голодные или не очень? Ягоды. Ягоды. Хорошо. Ну, я, например, поставлю сюда с орешками корзиночку. Так. Все придумали, что поставят? Поставили перед собой, пожалуйста. Так, я не вижу, что. Вот я вижу, только у милины стоит точно блюдо. Поставили подальше, поставили, чтобы сложнее дотянуться было. Приготовились. Одной ручкой дотягиваюсь и кушаю. Приготовились. Я буду до 16 считать. Постарайтесь не кривить тело, чтобы не заваливаться на один из бок. То есть на одну сторону мы не заваливаемся. Приготовились. И раз, два, три, четыре. Ну, с аппетитом кушаем. Вот Саша с аппетитом кушает. Пять. Шесть. Семь. Тянемся больше. Восемь. Девять. Отлично. Десять. Одиннадцать. Двенадцать. Тринадцать. Четырнадцать. Пятнадцать. И последний. Шестнадцать. Молодцы. Отдохнули. Превратились опять в богомола. Приходим в позицию отжимания с колен. Кто покажет? Показываем. Давайте. Кто сможет показать? Кому тяжело отжиматься? Тот отжимается вот такой, как в позиции, как мы состоим в собачке. И отжимаем. Ставь. Ну, ставь руки так, как положено. И отжимаемся. Ручки. Вот. Это кому совсем тяжело. Кому легко. Может сместиться так, чтобы ручками вперед двигаемся. Чтобы была прямая линия. Спинку подобрать. Живот подобрать. Спину ровную. Взгляд. Пол. С ровной спиной. Коленочки поставь пока. Коленки поставь. Это второй вариант. С ровной спиной, но с колен. И третий вариант. Кому все легко кажется. Тот отжимается полностью, стоит на стопах. С ровной спиной и сгибает ручки в стороны. Три варианта отжимания. Давайте попробуем самый простой все сейчас сделаем. Встаньте в позицию собачки. Или кошечки, у кого какое животное больше нравится. И сделаем пять раз отжиманий простых самых. Руки сгибаются в стороны. Руки стоят под плечами у вас. Приготовились. И раз, два, три, четыре, пять. Молодцы. Теперь двигаемся ко мне немножко. И выпрямляем тело. Стоим на коленочках. И десять раз. Раз, два, три. Молодцы. Четыре. Еще пять. Пять, четыре, три, два, один. Вот это ваш уровень. Очень хорошо. Отдохнули немножко. И сейчас три раза покажите, как по-настоящему отжимания делать. Кто сможет сделать? Давайте все попробуем. А тот, кто может, я сейчас увижу сразу. Давайте попробуем. Света и Мелина, я вижу, что уже прям готовы. Ваня, это твой звездный час. Поехали. И раз, три раза. Два, молодцы. Три. Шикарно. Отлично. Поставили, сели на коленочки. Стопы и пятки соединились сзади. Вот такую позицию сели. Смотрите внимательно, чтобы пятки ваши не расходились. Стопы ровненько, пятки ровненько. Сидим с ровной спиной. Сделали глубокий вдох. Сделали выдох. Еще раз глубокий вдох. Я не слышу вашего выдоха. Вдох через нос, выдох через рот. И последний раз грудную клетку раскрываем. Вдох. Надули шар большой, вытянулись наверх, потянулись. Утром проснулись и выдохнули. Очень хорошо. Сидим с ровной спинкой. Ручки сзади соединили. С ровной спиной сижу. И наклонилась вперед. Руки забросили за себя. Не спешим. Очень медленно. Не спешим. Угу. Хорошо. Вернули руки в исходное положение. Сели ровненько. Ручку одну поставили перед собой. Сижу с ровной спиной. Плечо опустили вниз. Где тянется? Молодцы. Вот здесь тянется. Хорошо. Аккуратно поменяли другую ручку. Сижу ровно. Мы сейчас тянем подъем. В этом положении нам очень важно растянуть подъем. стопы. Поэтому пятки не разводим. Хорошо. Плечо контролируйте. Держим вниз. Молодцы. Ручку закинули за голову. Локоток схватили. И рука ползет по спине вниз. Так. Тянем локоток вниз. Поменяли ручки. Угу. Теперь кто может? Поздоровайтесь сами с собой за спиной. Кто дотянулся, скажите «Я». Я. Что, все дотянули, что ли? Вань, ты тоже? А кто не дотянулся, сказали «Нет». Ну, даже с вами не интересно. Вы уже все делаете. Аккуратно переводим ручки. Поздоровались с другой рукой. Кое-кого получилось, сказали «Я». Я. Опять все получилось. Ну, как же так? Так не бывает. Маша, у тебя тоже получилось? Волшебство какое-то, Маша. Хорошо. Ручку вытянули. Протянули руку другу. Вот. Прям. Ну, можно мне. Я сейчас буду вашим другом. Положили сверху ладонь и растянули. Глоба щелкает. Кто-то хрустнул. Главное, не сломайтесь. Хорошо. Аккуратненько. Другую руку протянули. Две руки другу протянули. И перевернули. Вот в таком положении. Угу. Хорошо. Собрали в замочек. И вывернули замок. Опять щелкает. Светка. Ты? Да у Кати. У Кати? Да у Кати. У Кати. Звуковую волну нам тут создает. Сделали волну. Хорошо. И в другую сторону волну. Отлично. А кто через голову может перекинуть ее? О, а в другую сторону? А тут уже сложнее. Хорошо. Расслабились. Встаем на ножки. Правую ногу выставляем вперед. Правую ногу выставляем вперед. Угу. Руки открыты. Ладошки обращены вверх. Резкие, короткие рывочки растягиваем. Грудную мышцу. Рисуем солнышко, как лучики у солнышка. Рисуем вверх, 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 в стороны. Хорошо. И еще солнышко вверх. Ладошки, обратите внимание, смотрят наверх. Руки максимально прямые, резкие, короткие рывочки. Угу. Хорошо. Достаточно. Стряхнули. Вы на эту же ногу, на правую, в ящерицу выходим. Сразу же в ящерицу. Раз. У нас сейчас выпад правой ногой вперед. Правая рука ныряет под правое колено. И вы стараетесь коленку положить себе на плечо. Вот. Молодцы. Сзади ножку подальше. Свет, не нужно. Сейчас усердствовать так. Хорошо. И грудью тянемся ниже к полу. Хорошо. Молодцы. Постарались сделать спящую ящерицу. Правую ножку, стопу аккуратно положили на бок. И колено тянется к полу. Молодцы. Вернули в исходное положение. Сделали сфинкса. Положили две лапки, как у собачки. Десять раз ногой, которая позади вас, касаемся пола. Приготовились. И выпрямляем ее до конца. И раз. Выпрямить до конца. Два. Три. Выпрямлять до конца. Четыре. Пять. Шесть. Выпрямлять до конца. Семь. Молодцы. Восемь. Девять до конца. Десять. Хорошо. Очень аккуратно поменяли ножки. Теперь левая нога выставляется вперед. И ныряем в ящерицу. Рука одноименная к ноге. Ныряет под колено. Стараемся ногу, которая позади вас, отставить дальше. И грудной клеткой тянуться к полу. Молодцы. Положили ножку на бок. Сделали спящую ящерицу. Хорошо. Положили ручки в позицию сфинкса. Стопа вернулась на место. Проверьте, чтобы ваши локти были рядом со стопой. Чтобы нога, которая впереди согнутая, была под прямым углом, как столб такой рядом с вами. И вы лежали рядом с ней. Приготовились. Десять раз коленочка, пол. И раз. Выпрямляем ногу до конца. Два ярче. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Саша Макаров подсчет. Восемь. Вверх. Девять. И последний. Десять. Молодцы. Сели на попу в складочку, сидя. Ножки прямые перед собой. Подтянули их к себе. И схватили за носки. А теперь пошагали вперед ко мне ногами. По одной поочередно шагаем вперед. Шагаем, 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 шагаем. В конце очень аккуратно дотянулись грудной клеточкой вперед. И захватили стопы, пошагали обратно. Те, у кого не получается выпрямить ножки, шагают до предела, пока они не смогут их выпрямить. И могут ручки немножко ослабить. У кого все получается, захватите стопу еще побольше. И шагаем вперед. Пошагали вперед. В конце поясницу не дергаем. Аккуратно легли. Тянемся носом к стопам, а грудью к коленкам. Вот, молодцы. Хорошо. Пошагали обратно. И собрали ножки в бабочку. Аккуратно сосоединили стопы и раскрыли колени в стороны. Захватите руками свои стопы, крыльшками помахали. Во, у кого-то все уже легко получается. Кто уже достаточно покачал крылышками, может растолкать себя коленями. Ой, в смысле локтями свои колени. В стороны стараемся укладывать свои коленочки на пол. Тянемся вперед грудной клеткой. Хорошо. Сели ровненько и раскинули ноги широко. Тянемся вперед, как куклы. Вперед укладываю руки. И вперед, как куклы, тянусь грудью вперед. Вот, умнички. Старайтесь, чтобы стопы не падали. Ваши носочки должны смотреть в потолок. Вот это падающая грустная стопа. Носки смотрят всегда в потолок. Хорошо. Попробовали перебраться к одной ножке, по ней прошлись. Так. К другой ножке. Перебрались по ней. И положили себя на ножку. Теперь смертельный номер. Через сторону скрутились. И через сторону вынули плечо, которое нижнее. Накрыли себя рукой. Волшебство, да, Кать? Да. Молодцы. Машунь, вынырни побольше. Хорошо. Перешли через другую руку в сторону, аккуратно, не торопясь. Хорошо. Собрали ножки аккуратно. Встаем на них. Встаньте лицом к зеркалу. Все лицом к зеркалу встаньте. Ну, Ваня, лицом к двери. Катя тоже самое. Ноги на ширине плеч поставили. Руки в стороны. Даже ноги можно пошире еще ставьте. У вас плечи еще пока расти и расти. Ручки поставили в стороны. И я противоположной рукой скручиваюсь в мельницу, дотягиваюсь очень не спеша до противоположной ножки. С внешней стороны схватила и стою, Ваня. Там. Схватила и стою. Взгляд подняли наверх и смотрим за рукой, которая смотрит вверх. Помахали ручкой. О, привет. Хорошо. Молодцы. Ой, дам тюлень прям уже. Дам не то, что ручка. Хорошо. Очень аккуратно перешли на другую сторону. И схватили себя с другой стороны, с внешней стороны от стопы. У кого не получается пока с прямыми ногами дотянуться до внешней части стопы, берет себя за голень. Помахали ручкой. Опять тюлень. Таша. Сейчас сплошные тюлени сегодня. Хорошо. Расслабили спинку и тянемся, садимся за маленькую-маленькую низенькую парту. Стоп, покажите секундочку. Встаньте лицом к зеркалу. Как вы за партой сидите? Покажите, пожалуйста. Вот с ровной спиной. Вот так. Вот свет единственный у нас быстро реагирует. Молодец. Сели ровно за парту. И с этими руками тянусь к полу. С прямыми ногами расслабляем спину. Ручки тянутся к полу. Молодцы. Хорошо. Очень аккуратно ножки разъезжаются до того предела, как вам не станет уже дискомфортно. Слишком сильно становиться не нужно. На локти приходим не на голову, Мелина, а на локтях я стою. Если на локтях не получается, вы можете встать на прямые руки. Хорошо. Хорошо. Аккуратно сошлись с позиции. Встаем лицом ко мне. Выставили ножку одну вперед. Опорную согнули. Тянусь к ноге, к грудью. Растягивается задняя поверхность ноги. Носочек выше на себя. Где тянется? Где? Покажите, не видно. Вот здесь. Вот здесь. Вот здесь. Хорошо. Поменяли аккуратно ноги. Хорошо. Поставили носочек на другую сторону. Потянули еще раз носочек. Подъем толкаю вперед. В другую сторону. То есть другую ногу. Так, хорошо. Стряхнули ножки. Ножки отдыхают. И заканчиваем головой. Голову на бок просто наклонили. Положили сверху руку. И добавили плечо вниз. Ой, класс. Молодцы. Аккуратно сняли руку. Плечи ровно только поставьте. Не сутулимся. Спинку стараемся держать ровно. Если есть возможность, контролируйте у себя в зеркало боковым зрением, что вы стоите ровно. Держите свое тело правильно. В этой позиции кладу на бок голову. Расслабленная шея. Специально ничего не тяну. Рука свободная, без веса. Кладется сверху. Рукой дотягиваю вниз. Маш, ты тянешь шею. А я ее не тяну. Я просто кладу руку сверху. Она без... Рука просто как утяжелитель. Хорошо. Расслабили. Голова вперед уходит. Руки в замок сверху кладем. Опустили руки вниз. Подняли плечики наверх. Сделали несколько движений назад. Сделали движений назад. Соединили лопатки сзади вместе. Подняли наверх. И промяли за гривком. Сладостное ощущение где-то в спине. Достаточно. Расслабили руки. Сделали вдох. Выдох. Еще раз. Вдох. И выдох вниз. Подтянулись наверх на носочки. И выдох вниз. Теперь очень медленно расслабленная шея. Раскручиваю себя от позвонка к позвонку. Руки висят вниз. Шеи расслаблены. Брови тоже можно расслабить. Медленно-медленно от позвонка к позвонку поднимаю себя наверх. Молодцы. Очень не спеша. Чувствуете, как постепенно-постепенно раскручивается. Как цветок, который растет. Помните, цветок из асфальта у нас рос? Вот цветок из асфальта пробивает себе дорожку. Еще раз. Вдох и короткий выдох. И хлопочки. Все. Спасибо. Спасибо.